За святую Русь помолюсь Вы знаете, мне присылает мой родной брат, а фактически родной, Юрий Владимирович Железа, вот эту вот ссылку, я открываю и читаю, то есть смотрю, я делал фотографии с экрана специально, видите, 25 мая, это все свежее, вот 6 тысяч с лишним человек, человек учил, как на взгляд, лишние ветки у дерева, вы понимаете, вот он формирует идеальное дерево, вот сейчас вас уже агитировать поздно, но я уверен, что все равно, несколько новичков обязательно будет среди вас, вот эта дикость, когда можно было эту ветку оставить сантиметров 10-20, подрезать ее там выше, оставив здесь 20 сантиметров, и она бы перешла в разряд тростепенных, правильно, и никогда бы уже не обломилась бы под грузом урожая, учитывая, что ах, она под острым углом, ну вот так вот делать, когда основная масса дерева будет все-таки выше этой раны, вы понимаете, рана размером такой же диаметр, как вот эта ветка, рука не дрогнула, и вот на этом основана вся агротехника, ведь он представился агроном, я специально не показываю лицо, вот, потому что в моих этих самых словах он выглядит, мягко говоря, не очень умный, потому что в наших глазах он калечит дерево, вот это искалечило, обратите внимание, а дальше это учебный фильм, дальше он вот это нарисовал, что штамп должен быть 50-70, все, вот умрите, ниже нельзя расти, почему, опять, стоило нам с вами поговорить, что в трех областях, в этих самых, России, там, назовем это средней полосой, вот, прошел дикий ураган, после этого еще в двух областях, они расположены в разных краях России, в одной область и другая, и опять раздавленные машины, дикий ужас, все валится, валятся деревья, огромные среди, в садах не показали же, никогда не покажут, там же страшнее, потому что они привитые, потому что их изувечили, уже потеряна морозостойка, 100%, туда пошел мороз, потом, когда она заболеет, начнут лечить его, вот сейчас, ну как, вот я не могу забыть, этот, елки-палки, как я не могу, как забыть, еще раз, научите, договорились, 5 занятий по 1000 рублей, естественно, что я должен был по 2-3-4 часа читать лекцию, вот, молодой мужик, ну, по голосу, это самое, и по внешнему виду, полчаса хватило, да это ж дураку понятно, вот я и вот эти вещи рассказываю, а он говорит, это ж дураку понятно, вот это, представляете, я ни на кого не намекаю, на этого агронома не намекаю, вот тому парню, он сразу понял, что я один пример привел, второй, третий, но это ж дураку понятно, что дерево нельзя калечить, почему они на весь мир, вот эту идиотскую агротехнику, ведь если не калечить, фильма не будет, а здесь 6700 просмотров, а вы думаете, это все, а дальше реклама пойдет, штамп должен быть, почему дерева нет, штампа, почему он решил за дерево, ладно, ладно, отрезал эту ветку, я посмотрел, на ней плоды, она цветет, но она пониже всех, ладно, он решил отрезать, да, как ему задать вопрос, как на него отвечать, ну студент уже должен отвечать, давайте выбирать, или мы белим, чтобы не было ран, ну нахрена он тогда белил, он все деревья побелил, если он тут же на его искалечил рану сделал, ну где логика, ну как еще это, ведь уже 21 век, уже 21 год, ну зачем тогда белить, если ты сам рану сделал, ведь как раз на побеленном участке сделал страшную рану, лунку видели? Видели, значит, то, что она провалится, сомневайтесь, здесь будет тоже, как говорил Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда, согласны, нет? Какой тут нахрен холм, тут все та же стандартная яма по гнеению, а у него же там не только эти самые, и яблони, которые хоть как-то терпят, а вот здесь начинается интересное, вот знаете, что он сказал, ведь вроде бы должен быть опытный человек, и он наняли что-ли что, может быть он на самом деле агроном только по диплому, он берет, отрывает листья, а эти цветы, и что при этом говорит? Помните, я говорил, не трогайте плодушки, знаете, что он при этом говорит? Если здесь повиснут плоды, дерево начнет клониться в бок, он нашел причину, такую жизненную, а вбить два кола, саженец там маленький, вбить два кола, чтобы она не клонилась в бок, ну три-четыре кола, он не мог, я вчера эти самые колы убивал, ходил по саду, вот что, этого не мог догадаться? Из-за вечи дерева? Это не все. Он сейчас отрежет эту ветку, ну понятно, ветка мертвая, она уже успела, видимо этому дереву было посажено в прошлый год, видимо оно скороплодное, оно цветет. Скажите, как эта ветка оказалась вдруг? Ну не полноценной, назовем. Тут есть подозрительные вещи, кто-то ее шмыгивал, видите, даже, это же не листья, а сами отвалились, кто-то их отрезал, зачем? Не знаю, но сейчас он отрежет ветку вот так, здесь. И я тогда до меня доперла. Это он, так сказать, это. Он об этом сам не знает. Когда этот садник садили, видимо, годом раньше, все-таки зацветает же, не год посадки же он такой, годом раньше, и у него эмиссии не было при посадке его взять и сделать капитальную обрезку, например, вот тут где-то. Уже бы не было бы сухой ветки, а остальные ветки были более полноценны. Возможно, и скорее всего, они бы даже бы не зацвели. Дерево рано цветет, когда ожидает гибели. Караул скорость отдать потомству. Вот сейчас отрежет и считает нормальным. А вот сказать, что, допустим, он агроном, но в чужом саду. Ну скажи ты им, ну что же вы мне где-то вот тут вот не отрезали? И не было бы сейчас головной боли, и не было бы сухой ветки. Поймите, господа, эти специалисты, это сухое, это уже караул, да, это сигнал опасности. Но даже там, где все-таки появились листья и даже цветы, это не значит, что ветка полноценна. Она уже как бы подпорчена изнутри. Это явное проявление. Вот о чем надо говорить было. И еще не все. Вот скажите, тут у него ветка вроде бы надломилась. Ладно, ее, наверное, надо отрезать. Он сейчас отрежет раз, два, три, все вот это справа целиком. И эту ветку, и эту. И сделает рану страшнее, чем вот этот побег. Дикая страшная рана. Почему? Они, по его мнению, лишние. Да уже только для того, чтобы страшной раны не было, их нельзя убирать. Хотя, чем он ему мешает, я не могу понять. Вот это желание сделать какую-то идеальную саженец с его точки зрения. Но это же не ель. Идеальная форма, смотришь на ель, глаз радуется. На сосну. Это же прилетое дерево. У него же ветки растут, как попало, вот так и вышло. Абадонный, господи, я до кого-то старался. Ты извлечил деревья собственными руками. Ну, а дальше что? Покупайте октара, карраген. Да еще такие названия я первый раз слышу. Еще не все. А потом говорит, еще вот это покупайте. И ради этого. Это же чистое предательство. Вот жаль, надо было все-таки показать его лицо. Но он все равно никогда не признается, что это. Что он делал это, что его наняли. Что он ради вот этих вот рекламных этих продаж, он изувечил дерево. Потому что вроде бы как минут сколько оно там, допустим, 20 шло. И вот 20 минут калечил, 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 калечил. Тут же, как теперь это самое, вот, видите, калечил, калечил, а теперь раны нет, теперь давай раны. А людям делать нехрен. И деревья скалечили. Ради сребрников опять не нужно было там отрезать. Ни одной, ни единой ветки, кроме той сухой. Которая явно это ошибка, что раньше не обрезали. А промолчать? Не могу я промолчать. Ладно, это пропускаю. Это мы с вами видели. Ну что, как я это говорил? Земля, прощай, в добрый путь. Хорошего вам полета, Елена Санна. Ведь это уже будет 2-3 июня. Видите, хорошо, что я успел сказать. И пожелать вам доброго пути. А вот это сердце ёкает. Знаете почему? Потому что не повезло мне в этой жизни, я не родил ни одной дочки. И когда мы с вами подружились, я понял, что дочка у меня есть. Вот она. Вот она, вот она, вот где настоящий учёный. Это не тот учитель плавать, который плавать не умеет. И не тот, а этот самый агроном, который ради Сребряников изувечил деревья, чтобы покупали. 6700 человек. А сейчас уже больше. Ведь не будут закалечить. Будут, они знают, подошёл дерево, им надо штамп сделать, сюда не метро. И будут калечить. А потом бы удивляться, почему деревья болеют. Самое страшное вот это вот. А жёлтая вишня у нас будет. Сам не успею вырастить. Лена Санна, вырастите вы. А знаете, что мы сейчас делаем с ней? Сказать? До сих пор мне надо обязательно найти, как эти черви утаскивают под землю листья. Это очень важно. Всё некогда, некогда. А у нас в второй неделе идут дожди. Дожди страшные, постоянные. Уже это, смотрю, уже абрикосовые эти, только завязались, плодики отваливаются. Неестественно всё это. Всё неестественно. Природа изменилась кардинально. На дорогах, на асфальте, черви, черви, черви. Никто не замечает, давит их. Я хоть обхожу, спасти их не могу. Это для червей, это такое бедствие, когда я их сам вижу, их сотни вижу. А представляете, их же миллионы. Они везде сбежали, они убегают там, где их всё равно. Они будут уничтожены птицами, птицами. Вот. Я пытался их сравнить с людьми. Представляете, затопило, допустим, всю землю. Ну, жара, линейки расставили. Вот. Острова исчезли, остались где-то там. Сейчас сейчас исчезли, острова, которые вот тут исчезли. Остались где-то люди уже голодные. Уже последние клочки земли, да. Выдавлены мы из своих мест, из своих домов. Представляете, такую картину, да. Вот. А сверху уже хищники эти, кондоры летают, чтобы обессивающих людей клевать. Вот. Это когда люди. Ну, как эти самые люди между этими самыми поливами с неба берут и пишут и заставляют людей заливать землю так, что там ни одного червяка не остаётся. Они этого не знают. Я взял сейчас про червей. Я выбирал пока, готовлю фильм. Я же не могу молчать. Про червей и про грибы. Это две мои самые важные, самые интересные темы. Про червей и про грибы. Ни слова об этом. Смотрите. Это касается нас. Вот это черви. Аэрация, раз. Водоснабжение, два. Вентиляция, три. Канализация, четыре. Это наши чернорабочие. Это наши, это сантехники наши. Сантехники, как. Сенсори сантехники. Вот. Непонятно. Перевожу на русский язык. Под землёй кипит жизнь. Это их дом. Дом прикрывается сверху. Я уже заканчивал разговор. Где-то повторился. Извините. Надо, чтобы потом это будет переделано в этих статей, будут размещены в других этих сетях. Это очень важно. Перевожу на нормальный язык. Там сверху есть крыша. Это та самая листва деревьев, которую нельзя пролежать. Мы посмотрели с двух сторон. С одной стороны посмотрел Николай. Так. Вот. А с другой я посмотрел. Форточки. Крыша раз. Форточки два. Кран с водой. Туда. Вот. То, что на коленях стояло, я сам. Искал эти краны с водой. Унитазы. Канализация. А ещё есть, естественно, это. Это не только. Это я только начал. Переводить на нормальный язык. Это для насекомых, червей, муравьёв, грибов, микоризы, бактерий. А вы, садисты, всё это уничтожаете. А здесь даже ходить нельзя. Смотрите. Видите? Вот что мы с вами сами разглядели. Видите? Здесь даже ходить нельзя. Наступить можно. Это как какой-нибудь гигант, какой-нибудь циклоп, как в этих фильмах про Синбада. Помните? Наступит на ваш дом и дальше пошёл, как на спичный коробок. Ходить даже нельзя здесь, по большому счёту. В лучшем случае грабли оставить без еды, без единого листочка. Помните, показывал? Потом с дур вилами тыкать, вилами подавать кислород. Это перед нами, я заканчиваю, извините, разговор, на такой высокой ноте. Перед нами это очень, как сказать, трудоёмко и невероятно. С инженерной точки зрения совершенная, огромная, подземная жизнь. И представляете, вот сейчас представьте себе, что всё это уничтожить. И вилами тыкать, подавать эту. А ещё страшнее. Вилами, ладно, не каждый сможет натыкать, начнёт тыкать, плюнет, пошлёт этих самых фей нахрен и пойдёт другими делами заниматься. И правильно сделает. Перекопать, чтобы подать кислород. Как им глаза разуть, я вот понять не могу. Я сегодня злой, потому что это самое. думаете, я всё вам рассказал. Сколько впереди дури. Надо было это. Вы что думаете? Это просто так, что ли? Вот эти вот. Одна, вторая, третья книга. Раз, два, три. Разные года, разные эти. Классы. Четыре. Так или так. Вот. А то костёр всё нахрен шло. И шло бы, и ладно бы. Но отвращение к этому осталось. Прежде чем пустить костёр, надо доказать, что это дурь. Вторая молодость. Ирина Александровна, это не про вас. Это про дерево. Видите? Сейчас покажу целиком. Вторая молодость дерева. О нас говорят, уничтожайте. Всё, друзья, наше время истекло. Я рассказал, опять половину, даже меньше. А сколько тут всего? Сколько дураков? А ещё тут есть такие красивые. Всё, ладно. Итак, мы с вами проехали. Проехали. Вот сволочи, да? Ладно, поворачивали. Всё, проехали. Теперь пять минут перри. Надо мне успокоиться. Вот. Я в чай вот этот постоянно кладу несколько ягодок этого. черноплодной рябины. Говорят, давление сбавляется. Может, сбавляется. Официально, да, сбавляется. Поэтому я завариваю с рябиной. Мы с вами расстаёмся на пять минут. А потом мы с вами перейдём вот сюда. Сейчас покажу вначале. Вначале вот сюда. Так. Теперь мы можем общаться уже играв два ворота. Например. Можете написать. Вот. Как там было? Как они меня сказали про меня? Слово чушь, помните? Официально да, сбавляется. Вот. Слово чушь, помните? Ну что, будем дальше продолжать. вся беда ваша, что вас в школе не научили мыслить, думать, соображать. Я имею в виду этих самых шпиражек, которые здесь собираются. Так. Всё. Пять минут.